Хорошо, друзья, я приветствую вас по через два раза. Я еще не надоебал? Нет, нет. Вы такие, чтобы я жить туда. Нет, это нельзя делать. Мне нельзя тут в плане жить. Иначе бы произошла бы некая угроза, что тогда бы мне пришлось за вас все делать. Понял? Мне понравилось когда-то. Друзья, мы растем верить. И мы все перенимаем опыт друг друга. Однажды, когда я познакомился с таким замечательным служителем Америки, корыбойка, неважно, знаете, для некоторых, о, опять это Америка. Опять они, эти американцы, навязывают нам какую-то культуру. Ну, славяне, русские, у нас свой Иисус русский. Как говорят, Иисус, у нас свой Иисус русский. Украинский, украинский. Ну, честно скажу, неважно где-то. Или из Африки служитель, или из Японии. Неважно. Важен опыт, который мы проходим в вере. И однажды мне вот так вот понравилось выражение, которое он сказал. Он говорит, здравствуйте, меня зовут Экстедак. И вообще, честно, забудьте, как меня зовут вообще. Вообще, неважно. Вы должны понимать, что для вас должно быть одно, Иисус Христос. Это память. Неважно, какой брат вам служит, пастор, или какой-то евангелист, или какой-то опытный, или вы друг друга, вы должны видеть Иисуса. Вы не должны видеть человека. Он говорит, потому что, если вы будете запоминать меня и мое имя, то все произошедшие события, вы всегда будете связаны с личностью человека. Но не тем, кто стоит за этой личностью. Ведь мы... Аминь. Да, мы, друзья, мы знаем, что... Мы говорили уже на этих уроках, что мы живем эру сезон... Ну, я так назвал это. Четвертый сезон. Четвертый сезон называется Деяние. Мы живем в эру Деяния. Деяние Бога, это деяние Бога, друзья. Деяние Бога через человека. Вы должны это понять. Это был план Бога. Что Бог сегодня проявляется. Через человека. Через людей, которые рождены свыше. Которые приняли господство Иисуса Христа. Признали условия Божьи. Признали Его водительство. Признали суть, которую Бог открыл человеку. Через Иисуса Христа. И не просто в понимании того, что Иисус Христос Бог. Вот мы на этом и ограничены. А мы принимаем Его опыт. Опыт хождения на земле. Не просто как Бога. А как человека, наполненного Богом. Друзья, вы должны четко понимать. Это очень важно. От этого зависят сегодня ваши поступки и действия веры. Вы должны понимать, что Иисус Христос, Он Бог. Аминь. И в Библии множество откровений. Провод говорили о том, что Он сам о себе даже и высказывался. Что Он сущий. Он есть Тот, Который действительно был еще до создания мира. Как однажды Он сказал, что Я был еще до Авраама. Он или гонит, или что-то не так. И, конечно, люди имели очень ограниченное представление о той личности, с которой мы не столкнули. Слава Богу, друзья, мы уже на здесь Библии. Знаете, мы смотрим на эту ситуацию уже через призму двухтысячных летней Тори. И, может, моды, вот таких тут было. Как они это не помнят тогда? Ну, я вам скажу. Это просто человек, часто чего, бывает, заложником определенных обстоятельств и событий. Вот, к примеру, вот я вам проповедую, правильно? Я вам что-то говорю, я что-то делаю. Вы видите, мне, ну, Максим, вопрос, ну, парень так парень. Ну, хорошо, приехал, куда там, делись, собрался, так далее. И так же, так же сам выглядел Иисус Христос. Так же сам, друзья. Ну, он не был, конечно, в этой клетчатой рубашке. У него было в горошек. Ну, пусть даже не в этом. Пусть в том, что люди видели его как человека. Но он был не просто человеком, а он был носителем посланий. Он слов. Он был носителем, был Отца Небесного внутри себя. И мы должны увидеть Иисуса как Бога, но на земле он появился как человек и ходил как человек, наполненный Богом, наполненный откровением, друзья. Почему и назван он Сыном Человеческим? Он и Сын Божий, и Сын Человеческий. Это равнозначная позиция. И, друзья, я вам так наперед скажу, что Иисус Христос служил на земле не как Бог. Понятно? Он служил, когда он был на земле, он контактировал, взаимодействовал с людьми, и он действовал не как Бог Вселенной. Но как он действовал? Он действовал как человек, которым живет Бог. Для чего это было сделано? Если бы Иисус, дед на земле, пришел как Бог, то есть не через зачатие, вот это, ну, вы поняли, да, сверхъестественное, а вот так вот, вжух, знаете, как ангелы, или как в фильмах показывают, шух, и такой, втрохнулся и пошел. И тогда бы он был как Бог. Тогда бы Иисус не мог бы собрать учеников у себя. Чему бы он мог их научить? Как можно человека научить быть Богом? Это нереально. Ну, это невозможно, потому что есть Бог, который создал галактики, Вселенные, бесконечность создал. Вы понимаете, что такое бесконечность? Это когда ты идешь, идешь, идешь и идешь, и никогда не придешь. Понимаете, это бесконечно. Когда нету времени, вот ты просыпаешься, и твой цикл работает, ты проснулся день, вечер, это как будто конец дня, и ты засыпаешь, как будто жить, потом ты опять живешь. А так ни дня, ни ночи, ни дня ничего нет. И просто вот так ничего нет. Нету ничего, и прошлое, и настоящее, и будущее. И это Бог делал. И можно ли человеку быть как Бог? Нет, невозможно. И если бы Иисус был на земле как Бог, уже как Бог в Вселенной, вот такой вум, так тогда бы невозможно было вообще ничего научить учеников. Он бы просто создал группу поклонения себе, и все. Но мы, друзья, видим в Англии, что Он собрал вокруг себя простых людей, простых людей, и вложил в них что? Мы говорили, что такое вера. Это знание плюс Бог. Знание плюс Сила. Бог. Дух святой. Дух. Правильно повторяю. Дух. Бог или Дух. Знание плюс Дух. Это есть вера. Мы, честно, друзья, вам скажу, если бы мы даже тут были такими интеллектуалами, прямо вот все знали, досконально всех процессов, вселенной, молекул, атомов, как они двигаются, работают, все равно бы ты при этом знании, ты бы не мог открыть глухое ухо. Вот вчера, друзья, да, были? У нас каждый день, слава Богу, спасибо Иисусу, каждый день происходят чудеса. И вчера происходили чудеса. Мы видели, как я вот этим инструментом, ничего не значит, честно скажу вам. Ну, пойдите глухо-немыхо, открывайте эти. Это ничего не значит. Это лишь символ. Он пахнет хорошо, приятно. О, Бог. Ну, это символ. Но вчера мы вот так, я положил, как человек, и что сказал? Господь делает то, что ты хочешь делать. И у женщины, такая, говорит, горячий воздух, начал выходить из уха. И она и глухое ухо откроет. И множество родных. И этого мужчины нету, придет, да, слепой глаз. Где он? Да, Мария Ивановна. Придет, да. Ну, я бы хотел, чтобы он пришел. Ну, все. И засвидетельствовал, потому что у него глаза открыли. Потому что вчера полностью черный глаз, слепой. Начал видеть. Ну, половину. Это было чудо, друзья. Сетчатка поврежденная. Пум. И вдруг он говорит, я вижу эти глаза. Это чудо, друзья? Чудо. Могли бы мы при всем том знании, технике, как это делать, что делать, воплотить это в деятель. Нет. Как бы ты там усилил мысли. Вот вчера руки. Да, в России. Как бы ты усилил. Когда-то был такой случай. Я был на крайнем севере. В России. Я там молился за человека. И мы собрали группу людей. Вообще неверующих. Ну, какие есть, такие есть. И вот они собрались. Им что-то сказали, что приехал какой-то человек. Который обладает способностью. Ну, когда верующие, это понятно. А когда люди не верят, то кто думает, что это экстрасенс. Ну, всем же не вказали христианский служитель. Придите, вы сейчас будете слушать проповедь. Ну, никто бы не пришел. А когда пришел, приехал какой-то там кудесник, чудесник. Все собрались. И я пришел с ними, начал с ними разговаривать. И я начал разговаривать о Иисусе, о жертвах. Они сидят на меня, смотрят, 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 тут женщинам. Говорят, извините, пожалуйста. Нам сказали, что приедет тут какой-то экстрасенс. А тут что, вы нам проповедь о вере рассказываете? Что это за несоответствие? Я говорю, друзья, все хорошо, все правильно вам сказали. Да. И я по экстрасенсу верующий. Я, знаете, не то, что колдун, я колдун. Я типа способный. Мы с разнообразим где, но Христом, Иисусом. На их уровне сработал. И они, да? О, давай рассказывай дальше. И они все покаялись. И Бог там начал совершать чудеса. И вот мы уже все разошли, все, дорогу, ну, там, кого-то, ту проценту, кого-то там, чуть-чуть осталось. Ну, все довольны уже. А одна женщина осталась, она психолог. И она работает там в заведении для таких людей, которым, ну, помощь нужна. И она говорит, да, ты так вообще, я шла к этому, я то, ну, знаете, как объясню. И вот ты открыл, свел, слава Богу. И потом она говорит мне, ну, я тоже там что-то пытаюсь, там, что-то мне то. Я тоже пытаюсь как-то двигаться в силах вселенских, там, ну, из-за чая. И у меня, типа, тоже там что-то есть. Я говорю, да, супер. Я говорю, ну, и что, вырази это все. И она, ну, вот я вот, если я подумаю, вот если то, я говорю, то-то-то, давай простые вещи. И вот смотри палец. Смотри, человек, которым живет Бог, которым живет Дух Святой, который наполнен Богом, откровением, словом. И написано в Библии, что тот, кто принял это слово, принял суд, он дал быть властью, быть ребенком Бога. Часто Божье, это не какой-то там лозунг, это продолжение его, это проект. У вас же дети дети, да? Да. Они похожи на вас? Похожи. Ну, да. Нет, они черные родились. Какая-то мутация. Нет, они, ну, если у вас, конечно, мужья африканцы, то это возможно, конечно, было бы. Ну, поскольку тут африканцев нету, тут отзывал, вот дети должны родаться такой же светом кожи, как и вы. Правильно? Да. То есть вы являете повторением своих родителей. И так же и мы. И написано в Библии, что если мы приняли это слово, оно делало нас продолжением его. Понятно? Мы не от хотения мужа родились, а от слова, от духа. Мы духи. Мы люди, наполненные Богом. Это то, что был, то, кем был Иисус на земле. Он был Бог Вселенной и воплотился в образ человека, принял образ раба. Раба, это не значит, знаете, сразу, так, бурлаки на логе. Идут вот так вот. Хотя некоторые так вот. Это значит, что мы ограниченные. Мы ограниченные формы, формы бытия. Мы ограниченные телодвижением, мы ограниченные какими-то функциональностями, понимаете? Ограниченные. И он тоже принял такой ограниченный образ. Но, друзья, как происходило его формирование? Это очень важно, о чем я сейчас буду говорить. Потому что вы должны понять важную идею духовного роста, духовного держения. И выйти, выход из кризиса, который многие из вас оказали. Через веру. Понимаете? Путем веры. Нам дана вера. Нам дано слово. Нам дана информация, которая, как напитано светильник, выведет нас из то ограниченного состояния, которым мы сегодня стали заложниками. Мы много говорим о дарах. Мы много говорим о каких-то суперспособностях. Друзья, я не отрицаю, что есть такие случаи, когда человек ничего не делал, и вдруг брыз, и в нем все получается. Да, такие случаи есть. Ну, что я могу сказать? Хорошо. Великий Бог дал этому человеку. Слава Богу. Ну, друзья, мы видим, что таких людей единиц. Их мало. Чем, скажем? Их очень мало. И даже те люди, которые сейчас такие есть, то эти люди, они никак не могут повлиять на то, что вы выйдете сегодня из кризиса. Согласны? Да, согласны. Ну, вот скажите, у кого проблема в теле? У кого проблема? В теле. В теле. А? Всех? Всех. Ну, всех. Ну, подождите, топ-топ-топ. Вы уже, кто уже тут много раз? Вы что, не исцелены или что? Исцелены. Ну, мы тут чудеса исцеления видим. Это произошло. А, ну, не. Вопрос лишь формирования, как написано, праведной веры в жизни. Не дать дьяволу украть обратно. Это другой вопрос. Да. Но, увы, исцелены. А, ну. Он сказал, духи возвращаются, друзья. Это реальность. Это война. Это битва. И мы должны быть научены вере для того, чтобы... Мы вчера целый день посвятили этой теме. Это Эфифиан, нашей главы. Ходить в доспехах Бога. Зачем доспехи Бога? На. Ну, Бог есть. Он все делает. Все. А зачем тебе тогда доспехи Бога? Потому что война идет. Это просто ржание. Ну, ржание. А ты думаешь, подожди, то война. А я-то при чем тут? Ну, Бог там сатаной воюет. А я-то при чем тут? Не, я ни при чем. Бог, давай мне. Не дал. Ну, значит, жадный, наверное. Или еще что-то. Или я такой плохой, чтобы ухажить. Не, не, не. Тебе не дал. И так люди думают. Зачем тебе тогда доспехи. Друзья, зачем? Написано, вы примите силу. Зачем им силу? Чтобы ей пользоваться. Идти. Поразать стрелы, выкалывать. Да, война есть. Сила. Зачем? Скажите, вот мужчины. Зачем они делают утром подтягиваться на турниках? Гантели. Зачем? Чтобы быть более эффективной. Жените, потому что приходится столкнуться с тяжестями. Правильно? С тяжестями. Тебе даже не надо быть врубщиком. Но ты просто живешь. Ну, тебе надо поднять что-то тяжелое в доме. Правильно? Нет. Ты звонишь и говоришь, вышлите мне Коран. А кого надо поднять? Мое тело. Даже так. Нет, силу, силу, шепотность. И поэтому Бог говорит, друзья, на планете Земля идет война. К вам сошел дьявол. В откровениях написано. Телефон выключите. К нам сошел дьявол. К вам сошел дьявол. Великая ярость. Так книги откровения написано. К вам сошел великоярость и сатана. И он хочет вас убить и поглотить. Он к вам пришел. Он ни ко мне пришел, к Богу, он к вам пришел. И что, он хочет с вами делать насилие. А мы такие, ой, Господь, что делать, что делать, что делать? Вы говорите, лучше я делаю, поскольку человек создан администратором земли, и это мое решение было с самого начала, и я не могу встригаться в юридикцию человека без выбора самого человека. Вы слышите меня, что я говорю? Юридиктерка, мы. Он говорит, но я помогу человеку в форме управления деть на земле. Понятно? Я помогу человеку в форме управления на земле. Помогу. Так, чтобы человек вернул то, что принадлежит ему. Это решение Бога. Потому что он живет в такой сфере, что там дьявола нет, там зла нет. Там не с кем бороться. Все, он то, пшш, его скинули оттуда, все. Но в этом мире мы постоянно сталкиваемся со злом, который вокруг нас. И поэтому Бог принял такое решение. Да. Мы говорим, а почему Бог не убрал сатану? Почему он не убрал то, не убрал то? Ну, я вам скажу, друзья, этот момент наступит. Когда он наступит, и об этом уже сказано. Ну что, друзья, я вот себе думал, почему Бог не убрал, действительно, почему бы он не убрал сатану? Ведь он в силах это сделал. И потом мне Бог, Дух Святой молился об этом, думал, размышлял. Мне не было ответа. И потом мне Бог показал, притча плевел. Это в Матфея 14-е говорится. Притча плевел. Помните, да? Да. И что пришли работники хозяина поля и сказали, мы сеяли пшеницу, мы не сеяли плевел. А мы утром пришли, плевелы выросли. Давай мы в чат пойдем их, вырумем эти плевелы, и чтобы, ну, зачем они надо? А хотя он говорит, топ-топ-топ-топ, друзья, если бы вы начнете вырывать плевел, то повредите урожай намного. Вы же знаете, что такое плевел? Нет, это не сорняки, друзья, это, нет, друзья, плевелая, это практически то же самое, ну, пшеница. Это один в один пшеница, ну, в внешнем виде, но пустотелая. Да, пустотелая. Понятно? То есть, если ты смотришь на нее, как ты определишь? Вот ты заходишь, поле пшеницы. Да вроде все пшеница. А есть люди говорят, нет, 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 вот там вот, там есть плевел, ну, плевел, топливо, это пустотелая. Но, если смотреть внешне, то ты не определишь сразу. И получится так, что ты вместе с плевелом вырвешь нормальный холод и повредишь. А когда это притает большое поле, то считаешь, что ты 50% урожая уничтожишь. И поэтому он сказал, будет по-другому, пусть они растут. Метит нормальный метит. Но в тот момент, когда мы все соберем, когда мы будем молотить, видишь, когда молотят, что делать? Вот это шелуха. Шелуха уходит, да. То зерна, которые наполнены, они не остаются. И даже потом эти зерна, их под вот этот, под мельницей, ну, вот это, жернова, жерна. И он же будет все молотить. Имейте с пустотелами. Ну, пустотелы они и пустотелы, они ничего с ними не будут. Они никак не повлияют. А то, что мука, она останется. Понимаете, друзья? И я понял этот смысл. Дело в том, что сатана, вообще Люцифер, не просто олицетворяет собой личное. Это зло. Зло. Это корни, это корневая система. Понимаете? Маточная система мышления. Которая пропитана и пронизана всей люди на планете Земля. Я вам скажу, друзья, если посмотреть сегодня на каждого из вас, я вам скажу, у вас есть и зло в голове. Оно есть у вас. Или у кого-то вообще нету зла. Это не сделано. Да, не мое. У кого-то нету смыслей. Все уже такие, да? Смятые. Смятые. Да. Есть только одни категории граждан планеты Земля, у которых нету злых мыслей. Знаете, кто это? Иисус. Иисус. Нет. Это те, которые в деревянном макинтоше. У них уже никого нет. Ни злых, ни хороших мыслей. Все. Ну, то есть те, которые умерли. Все. Но мы живы. И в голове очень много. Мы живем в этом мире. Мы пронизываем зло. И если сатану убрать, а вместе с тем зло. Вот понимаете, как корневая система. Вот вы вырывали бурьян, да? Вот представьте, вот на огороде, вот третий клубничек, вырос какая-то фишка. И она такая мощная, здоровая. И вы начинаете ее взяли. И начинаете ее. И начинаете ее. А прям. Корни. И вместе с этими корнями клубнику. Потому что эти корни переплелись. Корни плавники. И вы вырывали вместе с этим урожаем. И, друзья, если бы Бог взял, вот так, буквально убрал, то мы вместе с ним душили. Все. Поэтому Бог пошел другим путем. Он произошел путем от села. Он вложил нас в доброе селье, которое что делает? Растет нас. Растет нас. Вытесняет злое селье. То есть, доброе селье внутри нас подавляет злое селье. Подавляет. Дое селье не считает. Но оно его подавляет. И наступает такой момент, что наше доброе селье настолько возрастает внутри. А это вера в Иисус. Это Он. Это Иисус. Это семя верной. Это Он. Оно захватывает нас всего. И захватило нас всего. Что в день суда, в день суда, просто от нас злое выкинется. А мы добрый выйдем. Идем туда. Понятно? И в этом мире дал Бог нам слово. Как нам оперировать, управлять добрым словом. Но не доброе это не то, что там, будьте хорошими. Нет. Доброе зерно и семя это небесное послание. Послание слово, которое способно, как мой пастор сказал, угостить раскаленные, требует обманщика. Понимаете? Подавить. Снентрализовать. Вплоть до физических проявлений. Если так разобраться, друзья, то болезни, которые носим мы, это иллюзия. Это иллюзия. Это обман внутренний. Да. Это обман. Вообще, если изучать квантовую физику, то эта квантовая физика дает такие окно, они открыли, увидели, как мы состоим, что все иллюзиорно. И в определенном состоянии консистенции, вот даже вот это твердое вещество, вот это, оно для вас твердое, да? А знаете, почему? Потому что вы научены, что оно твердое. Потому что, когда вы прикасаетесь рукой к этому веществу, то ваш ног уже готов к такой позиции, что это будет твердое. И когда он готов к позиции, что это будет твердое, то тут же сигнал обрабатывается и говорит, оно твердое. И ты чувствуешь, что это твердое. И твоя рука не может пройти, потому что она твердое. А если вдруг переставить определенные позиции, то наша рука может пройти сквозь это тело. Поним? Да. Мы видим, читаем, Иисус проходил по воде. Иисус проходил сквозь людей, там написано, сквозь них. Сквозь стены тоже проходил. Он вообще, то есть, его состояние мышления, взгляд на вещи или послание, которое было в нем, послание, настолько формировало новую плоскость взгляда на жизнь, что он буквально с собою полностью угостил зло. Ограничено. Аминь. Аминь. Он забрал всю вину за грех, чтобы мы не были осуждаемыми за грех, который мы совершили. А это значит, одну преграду убрал. И мы, фу, пошли дальше. Что мы подозреваем? Мы уже видим и верим в себя праведниками. Мы уже видим себя чистыми и святыми. А это значит, мы имеем доступ к Богу. Аминь. Аминь. Уже, знаете, если у нас была система тормозов, например, тысячи тормозов, знаете, они все ручники, жик, жик, знаете, как машина, тормоз. И ты вроде бум, и пытаешься ехать, тормоз там включен, и ты так бух, 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 и грушишься. Вот так вот наш жик. То считай, что несколько ручников убрало. И мы живем, уже легче идти. Выход из того кризиса, который мы оказали. И Иисус не только вывел нас из вины греха. Он вывел нас еще из системы восприятия болезней. Из системы восприятия проклятий. Из системы восприятия людей вокруг. Из способности жить в этом мире не самозащищаясь. Понятно? Откуда вот эти распри, раздоры, гнев, обиды? Откуда? Друзья, это всего лишь реакция наша на окружающий мир. Мы пытаемся самозащититься. Посредством чувств. Мы защищаем свой внутренний мир. Вот я с братом одним разговариваю только что, ты знаешь. Он мне начал разговаривать. Я говорю, вот давай так. Что ты сейчас делаешь, что в твоем понимании ты грешишь? Ну вот так. И он говорит, я сильно раздражаю. Во. На кого? На жену. Вот такой у него раздражительный. Вопрос. Хорошо, давай отберемся. Почему ты раздражаешься? Он говорит, ну потому что она делает все не так, как правильно. Как я это вижу. Я говорю, подожди, не то как правильно, как ты это видишь. А может и ты неправильно видишь. И она неправильно видит. Но тут не в том, что как вы все поступите. А главное, ты раздражаешь. Потому что она делает так, как ты не хочешь, чтобы она делала. О чем это говорит? Это говорит, что у тебя сложилась определенная система внутреннего мировоззрения. Это твоя внутренняя гормона. Ты в ней живешь. Вот. Да? Вот. Это внутренний мир. Когда все делают так, как ты хочешь. Кто хочет, ты сам. Чтобы все делали так, как ты хочешь. И никакого сопротивления. Вот ты выходишь на улицу. Ты чего плюнул? А ну собери обратно. А ты чего пьюешь? А ты чего пьешь? Все. Все, все, все. А ты чего газон гадишь? Не, не, не. И ты выходишь. Какая-то идиллия. Красота. И все делают, как хотят. Ты жомит, просыпаешься, а мужья уже чашечкой кофе и букетом врос. И ты каждый день. Она лежит. Милый. И здесь все есть. Ух ты. Ты мысли мы читаешь. И то, и то. Ты. А там все прибил уже. Тук, тук, тук. Уже все прибил. И такой, чтобы за него зацепиться. И такой, чему бы прицепиться. Это как-то ненормально. Надо разрушаться. Надо что-то... И жить как-то неинтересно. Твою это. Но это говорит, друзья, о том, что у нас мы пытаемся сохранить внутреннюю гармонию. Понимаете? Я... Вот почему я говорю? Вроде бы как бы мы пришли тут об усилении говорить, о технике, о деятельности. Друзья, я вот добегу наперед. Чтобы вы правильно понимали, что Бог дал нам послание, информацию, слово, которое вывезет нас. Из того ограниченного состояния нашего мышления. Потому что от этого зависит тот мир, который вокруг нас и внутри нас. Понятно? И болезни, и страдания, и ограничения. Он выведет это слово. Друзья, нету Библии послания, что сейчас в эту эру, в книгу деяний, сатана будет убран. Нету. И ты должен это принять. Понимаете? Вот война не закончится, пока ты делаешь. Вот ты должен это принять. Вот такая реальность. И понравится, не нравится, но такая реальность. Но ты можешь научиться в этом времени адаптированным быть и настолько, чтобы побеждать. Аминь? Аминь. Вот о чем говорит Библия. И вот, говорит, раздражение. Это реальность. И получается, что ты внутри себя, и твой мир, он зависит от внешнего фактора. Правильно? Он зависит от поступка людей. Он зависит от того мнения. Он зависит от того, от того, от того, от того. И все то, что вокруг тебя, оказывает влияние на твой мир. И ты пытаешься самозащититься, построить защиту внутреннюю. И когда ты строишь эту защиту, что происходит? Ты находишься в зоне страха. Ты находишься в какой-то определенной системе мышления. И при этом, друзья, что-то происходит. Происходит так, как Бог тебя не задумал. То есть, получается, сбой твоего организма. Понимаете? Сбой твоего организма. Потому что ты не призназначен. Человек призназначен на радость. Радость. Написано, веселое сердце, что? Врачи и тело. Радость. Когда человек радуется, посмотрели, что происходит в этот момент, когда человек радуется, отмеется. И не увидели, что мозг, серое вещество, начало выделять какие-то химические вещества, какие-то морфины там, которые оказывают на тело, и человек выздоравливает. Знаете, есть такая мехотерапия? Да? Садят и в кинокомедию крутят. И они сидят, смеятся, смеятся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пришел, а у него давление щеки выравнивалось. И не надо никаких пилюль покупать. Просто сидим, проржал целый день, и все. И ты дорог. Почему? Потому что в этот момент радости человек возвращается в состояние внутреннего гармонии. Друзья, внутренняя гармония. И получается, что когда мы раздражаемся, что получается? Получается то, что мы выходим из внутренней гармонии. И что тогда получается? Мы тогда всегда зависимы. Ведь зло всегда вокруг нас. И мы всегда тогда зависимы. Тогда мы всегда ограничены. Тогда у нас нет никакого выхода из этого. А выход есть, друзья, какой? Слово, послание. Иисус живой, воскрес, друг, царь, день, тобой, внутри. И он пришел к тебе. Понимаете? Он воскрес. Он, Бог послал свое слово. И слово стало плоти. И все попринял. Он дала власть чадами божьими. Ведь доминировать над этим злом вокруг нас, оно угощается. А это происходит то, что в человеке внутри сформируется внутренняя гармония независимости от внешнего факта. И это сильная гармония, которая поддерживает баланс внутри человека, внутри своего тела. И еще более, она способна еще оказать влияние на других людей. И это кто? Дух Святой. Когда ты начинаешь смотреть не на людей, а на Бога, который пришел к тебе. Тогда ты перестаешь раздражаться. Тогда ты перестаешь гневаться, завидовать, соперничать. И то, и то, и то, и то, и то. Все. Он чего не пытается, а я не буду раздражаться. Я не буду раздражаться. Нет, друзья, так не произойдет. Так не произойдет. Ты должен перенести свой фокус внимания на глубину, кто в тебе. Аминь. Аминь. Иисус свидетельствовал о чем? Отех. Раз бы вы не видели. Это Евангелие от Иоанна. 4-й главе. Вообще мощнейшая глубина откровения. Это заключительная, как бы, под итог всего того, что было в Евангелии. В этой главе, когда он перед отбытием туда, он общался с учениками. И он нам открыл такие важные принципы. И не только говорил о себе, о своем состоянии. Он еще говорил о них в будущем. Аминь. И ты должен это увидеть. Он сказал, что Отец, разве ты не видел? Отец во мне. Отец во мне. Отец. Не надо приключать. Вас прославит, да? Да. Ну, ничего, почистили. Исцелись. Все будет хорошо. Но вчера вот тут сидели, люди все поисцелялись. Даже крестили духом. Приехали пара, они неверующие. Ну, как верующие. Ну, православные. Мы их называем верующими. Но неверующие. Ну, они верующие. Они только взяли определенный уровень. То есть, это слово, которое они приняли, оно его чуть-чуть, оно еще не подавило, то угасило внутренний компромисс. Не угасили тревый указ. Может, чуть-чуть продвинуть. Чуть-чуть. Ну, и мы что-то видим. И мы идем дальше. Так вот. Да не путь. Я постоянно горячий. Не мешает? Нет. Нет. Все можно по-пользе включить. Ну, хорошо, все равно. Включай. Так вот, друзья. И о чем я это все говорю? Зачем? Я говорю о том, что у нас внутри должна формироваться внутренняя духовная иммунная система. Внутренняя духовная иммунная система. Вы знаете, что такое иммунная система, да? Да, знаю. Это некая программа внутри тебя. Защитник парализма самого себя. Это защитник внутри тебя. И это создал Бог. Для того, чтобы защищать тебя от твое тело, от воздействия внешних бактерий. То есть, вот, допустим, попадает у тебя какая-то клетка гриппа. И что происходит? Происходит, что тут же на конях, там внутри скачет войско. Это, по-моему, лейкоциты. Да, лейкоциты, и они атакуют, они окружают эту клетку гриппу и начинают ту-ту-ту-ту-ту и уничтожают ее. И если у человека концентрация лейкоциты недостаточно, то, естественно, они не смогут подавить эту атаку внешнего воздействия. И человек начинает болеть. То это, если он начинает бить по клеткам и кушать. То и грипп кушает нас внутри. Это клетки, которые кушают другие клетки. Это так. Вот я включу. Все. И верхние. Да, да. Потому что я сразу начинаю нагреваться. У меня только кипит много всего. У меня надо система охлаждения. Да. Ну, потому что действительно реально жарко. Я вам говорю, почему жар чувствуют люди? И сила Божья сходит. Это у меня внутри постоянно. Почему? Я возбужден посланием людей. Слава Богу. И я вот вернусь вам. Вот сейчас мы будем говорить о духовной иммунной системе. И я вам скажу, если ты имеешь сильную духовную иммунную систему, ты имеешь сильную душевную духовную иммунную систему, и ты имеешь сильную физическую иммунную систему. Есть три вида иммунную систему. Духовная, душевная и физическая. И мы видим только физическую иммунную систему. Как мы ее видим? Работоспособность нашей физической иммунной системы зависит, здесь показатель ее работы показывает о том, болеем мы или не болеем. Если люди, особенно аллергетики, у них слабая иммунная система. Есть люди, у которых ВИЧ иммунная система, у них вообще эта иммунная система еле-еле. И любая молекула, бактерия, которая приходит к ним, она наносит глубокий ущерб и убивает тело. И нечего противостоять этому. Они постоянно в постоянной температуре тела. Вот так вот, 37,8. Это стабильная температура ВИЧ иммунодефицитного человека, СПИДа. 37,8. Вот так вот, стабильно. И она по себе уничтожает, уничтожает. Друзья, у меня есть свидетельство. Недавно человек исцелился от СПИДа. Я молюша. У него на следующее утро все исчезло. Даже, я вам скажу, температура упала буквально через несколько, через, по-моему, час. Я не помню, но точно вот так упала температура, легко стало. Ну, выше, конечно, там что-то. Утром проснувшим, все. Да, это было недавно. По телефону мою. Почему? Работает по СПИДа. И вот мы сейчас, мы будем говорить об этой системе духовной. Я хочу вернуться опять к образу Иисуса. И вот, вы должны понимать, друзья, что Иисус служил на земле, как человек, наполненный Богом. То есть, когда Он появился здесь на земле, Он появился как ребенок. И с того момента, когда ребенок родился, Он начал впитывать свое мышление, свой компьютер, вот это, образы, которые вокруг него. Знания, которые вокруг него. И в этом образе знания, были знания его родителей, общества, системы каких-то отношений, и в том числе, Писаний. Друзья, Писаний. А что там было за Писание? Это не то Писание, как у нас. Но оно такое же, но ни там не было нового завета. Что он говорит, что я должен там в новом завете о себе считать? Нет. Было Тора, и Танах, и Псалмы, и многие там были разные, книги, пророки. Но Танах это и есть пророки. Так вот, ну мы говорим, третий сезон, вернее, второй сезон мы говорили, второй сезон, это подготовка к приходу слова. Понимаете, Иисуса? Подготовка. Пришедший Иисус. И Иисус, когда начал изучать послание, что он делал? Он изучал информацию о себе. Он правопророчий, он читал пророчества, и он их все связывал с собой. Понимаете? Даже вплоть до ослика. Вплоть до ослика. Вот так буквально. Пришло время, он сказал, так, идите у этого ослика, тащите его туда. А я говорю, так как же это, как он пойдет? Он говорит, кто нам даст этого ослика? Он говорит, дадут. А почему ты так уверен? А потому что об этом пророчестве сказали. Понимаете? Об этом сказали. Это не значит, что Иисус видел. Вот. Вон там, что они скажут. Просто скажите Богу надо, и все. И все. А это пророчество. И он настолько верил пророчеству, настолько верил все, что сказано о нем, что он буквально все это осуществлял. Понимаете, друзья? И мы видим важный элемент, что он появился в человеческой плоти, в оболочке. Его душа была пустая. Компьютер пустой. Понимаете? И было что. Он вышел в этот мир, но его как бы сущность, его ДНК, его ДНК, оно было небесное изначально. Поэтому мы говорим, что он бед греха. Почему? Потому что он не от Адама. Вы поняли, да? Нету греховного ДНК в нем. В нем не бедная ДНК. У нас здесь, у нас было до рождения свыше, вот допустим, где все рожденные свыше? Вы рождены свыше? Да. Нет. Нет. И вот здесь есть разница. Вот есть мужчина, который он загадывается, надеется, возможно, он в каком-то твоем уровне верит, что есть Бог, хорошо, по Богу и Я. И мы вроде одинаковы, и вроде можем говорить так, но есть разница. В том, что в нем ДНК Адама, а во мне ДНК Иисуса. Почему? Потому что я рожден свыше. Вот это Библия, это не я придумал. В нем во мне уже небесное ДНК. Такое же, как было бы суть. Но у него, сейчас мы поговорим, но сейчас оно появится. У него будет то же самое сейчас ДНК Иисуса. оно и все поменяет. И он станет небесным человеком. Натлетником всех обетований Божьих. Аминь. Готов? Не знаешь, я так это странно сказал, да? Что-то такое, может, я пойду? Нет, это не пугающе. Просто мы относимся к этим вещам. Это какая-то странная арифметика, ауэльбра какая-то. Нет, это все простые вещи. И Библия, все через мы проходим. И наши жизни меняют. Это факт. Мы же пришли, чтобы наши жизни поменялись. Да? Вы зачем сюда пришли? Чтобы все-то поменялось? Да. Да? Вы стали здоровее. И чему-то еще научным. Конечно. Потому что, я вам скажу, ты можешь стать здоровее сегодня. Но на сколько этого хватит? Тебе? На сколько у тебя внутреннего резерва хватит сохранить? Потому что мы на войне. Друзья, это война. Это реально. Духовная битва. Я вам скажу, я такие видео истории бедами, что просто это жесть. Черт. Ну, такова реальность. И мы должны в ней не просто выжить, а еще быть победителем и еще и других спасать. Аминь. Аминь. Так вот, когда Иисус появился на земле, Он начал проходить путь формирования внутренней позиции. Это и есть вера. Вера, друзья, это не эмоция. Это не отношение, что тебе сегодня верится, у тебя сегодня хорошо, то он ножка светит и тебе верится. Бог есть. Ты сегодня здоровый, Бог есть. А завтра у тебя солнца нет, идет дождь, у тебя болит голова, Бога нет. Понимаете, друзья? Ну, вот так вот. Но это же не так. Независимо от того, болит у тебя голова или не болит, Бог есть. Аминь. И не просто Бог есть, а Бог есть тех, кто Его принял. Он есть. Даже если вот мы молились и у вас еще как бы где-то что-то осталось, это не значит, что у вас Бога нет. Бог есть в вами. Он есть. Но ваше тело получает ресурсы от этого факта и меняет. Понимаете? Так вот, Иисус, когда пришел на землю, Он начал путь формирования внутренней позиции. Кто Он такой? И какое Он имеет участие в этом мире? И уже даже, мы знаем, в 13-ти годах у Него уже появилась, уже сформировалась эта позиция. Когда Его родители Лескаля, Он сказал, «А почему где вы мне ищете?» «Я в доме папы моего». Я такие, «А откуда ты знаешь, что он твой папа?» «Я в доме папа». Он уже, будучи даже, это даже не юноша, это еще был, это как, как мы говорим, подросток. Да, подросток. Прыщики там, у него, не знаю, может и не было прыщиков, но у него был завершенный во всем. Но он подросток еще. И он уже что-то знает. И к 30-ти годам, друзья, у него настолько формировалась позиция по отношению к себе, что он просто, как эта позиция была? Он просто брал Писание и отождествлял с собой. Ведь это он и есть был. Он брал эти позиции, а потом их воплотил в действие. И почему все происходило? Потому что он был послушным. Послушал. Чему? Потому что было написано. Вот в чем, друзья, он был сын Бога. Он был Бог. Он пришел на землю как человек и начал внутри себя проходить путь послушания так же, друзья, как и мы проходим. Послушание. Скажите, кто-то может тебе сейчас в интеллекте какую-то родить новую звездную систему? Вот я такой. Так. Это там звезда, это вот там, это то. Вот так вот планеты. Кух! Это жить, и астрономы «О, смотрите, что-то появилось». Ну, мы не можем так, да, чтобы ты там себе не придумал. Или там каждому мне надоело ходить по земле пешком. Хочу крылья. И он задумал план крылья, чтобы они выросли. Ну, чтобы ты не думал, они не выросли. Почему? Потому что не мы, друзья, творцы вселенной, мы творение. И как творению нам нужно научиться быть послушным гармонией творения. И когда мы входим в гармонию, как это все сотворено, тогда это работать, начиная для нас и через нас. Аминь. Вот в чем суд, друзья. И когда мы сегодня говорим о путь веры, мы сегодня этот семинар посвящен таким тематикам как быть здоровым и как помогать другим в этом. Как быть здоровым? Как быть здоровым? Чтобы у тебя все было хорошо. Это значит, что твое тело должно полностью соответствовать внутренней гармонии правильного распределения веществ. Химически, биологически и так далее, гормонам и так далее. Отчего это зависит, друзья? О том, как у тебя все будет внутри работать. И Библия учит о твоей состоянии души. Притча 23-7. Каковы мысли в душе человека? Такой он. Вы же заметили, друзья, да? что человек, который постоянно нервничает, у всех все люди, которые сильно нервничают, у них у всех одинаковые заболевания. А женщины, которые все очень сильно обижают на мужчин, у них тоже определенные заболевания. Щитовидка и там. А люди, которые постоянно унывают в постоянном состоянии уныния, депрессии, что у них происходит? И это особенно у женщин. Особенно. Откуда друзья подагры вылезают на ногах? Я объясню. Биологически, что происходит? В определенном эмоциональном состоянии человека вырабатывается химическое вещество из мозга, называемое адреналином. Адреналин это соль. Это солевое окружение. Адреналин это гормон? Пусть будет гормон. Я не буду вам говорить, но я знаю это как солевое окружение. Почему? Потому что по химическому составу оно соответствует соли. Это гормон. Гормон, друзья, это тоже химическое вещество, которое состоит из определенной формы. Так эта форма полностью соответствует формуле соли. Понял? И что происходит в этот момент? Оно вырабатывает это тело. И тут же вступает система защиты, внутренней защиты. Это работает надпочечник. Надпочечники занимаются вопросом поглощения этого адреналином. Но их способность работы, она ограничена. Она может вырабатывать только тот поток адреналина, который может. Это зависимость от человека, от его ранчества, иммунной системы и так далее. И так бывает обычно, что когда человек много рычит, как лев, ну, друг на друга, вне постоянного эмоционального негативного возбуждения, то есть постоянно этот поток, и на попечке не смогут перерабатывать это все. И что? И это идет дальше. И по крови оно идет, гуляет по твоему телу и скапливается. Где? На углах. Вы поняли? Вот углы. Да. Адреналин вырабатывается в надпочечниках. А вы говорите, что он перерабатывает. Нет, надпочечники поглощают. Они... Ну, хорошо, давайте не будем порвать это. Я в детстве, например, друзья, я никогда не учу этот институт. То, что я знаю, то я знаю. Может быть, я не совсем точен. Я просто об этом, я не об этом говорю. Я говорю о том, что в нашем теле есть инструмент, который может этот эрлин поглощать. Но если его много, то он что делает? Он на углах складывается, и он складывается как отложение. Эти отложения кристаллизуются. Кристаллизуют, кристаллизуют. И что выходит? Происходит формирование давления. Давление на костную часть, структуру нашего тела. И поскольку наши клетки постоянно делятся, 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 то, а это давит, 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 то что происходит? Оно деформируется. И потом это вылазит у людей. вот этих вот там у косточки в суставах начинают появляться вот такие на оболочках хрящевых уплотнения разные появляются и так далее и уже тяжелее и уже потом это полностью не соментируется и тогда уже человек все не сгибает это то, что происходит внутри тела человека я конечно, друзья если я ошибся в каких-то обозначениях то вы не судите, трогай обо мне я не представитель института медицины я вообще не об этом суть идет а суть в другом о том, что на наше тело оказывает влияние душевное состояние почему у нас душевное состояние такой коллеги потому что мы зависимы наша реакция на внешний мир зависима и вот смотрите по утрам на слово и слово это Иисус Иисус воплотил в тебе это слово и он начал его проявлять и настолько проявлять его начал потому что его послание было о том что все взять грехи людей на тебя и было так додумано что когда мы начнем верить в него верить в него и примем слово о нем то что происходит то происходит наполнение духом святым а дух святой это та это личность это среда это атмосфера это способность нас вернуть во внутреннюю гармонию вот мы говорили на прошлом что если посмотреть то какова цель была Иисуса взять на себя грехи людей или вину какова цель она простая приготовить наши тела к пришествию духа святого каждому знал и сегодня все люди земли любой человек вы вы все уже подготовлены для того чтобы по пророчиству Яилия и излился дух святой на каждого но что нужно нужно просто внутреннее согласие друзья если бы оставить кого-то пророка ветхого завета вот такой раз ты материал какой-то ну Иля или Самуил и ты ему будешь говорить а он мне дух святой он посмотрит на тебя ты? ну да что? я храба ахраба 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 и он такой это не может быть это просто невероятно это феномен как это в тебе дух святой потому что они придавали значение этому Богу Бог в человеке а мы живем в это время но из-за того что мы не придаем значения этому факту не фокусируем свое внимание не концентрируем своем мыслительном процент на этом факте мы как бы обходим ум мы смотрим на это мы верим но мы не придаем значения почему потому что мы больше придаем значение другим вещам каким-то более привычным земным вещам то что мы привыкли то мы черепаем а это угошает И то, для чего Господь пришел, Дух Святой пришел в нам, то, для чего цель, она лишь частично реализуется. Аминь. И когда Иисус появился на земле, Он появился как человек, в котором пришло послание, Слово, воплотило действие до того момента, до какого? До того момента, когда Он вошел в воду, и что произошло? Небеса разверлись, и Дух Божий, Дух Святой вошел. Мы говорим, вера – это знание, это то, что Иисус за 30 лет, Иисус формировал внутреннюю позицию. Средством чего? Изучение послания, изучение Слова, посланное через пророков, через послана, о том, что будет, о том, как будет, и что на самом деле Бог хочет. Друзья, мы же имеем все Библии, правильно? Мы имеем все необходимое инструмент. Это инструмент, друзья. Это инструмент, это тот троительный инструмент. Это кирпичи, семент, шпатлевка, грунтовка, там, и что угодно, там. Да, побелка. Тартовая шпатлевка, финишная шпатлевка. Все это для того, чтобы построить внутри, формировать наш храм Божий внутри, который связан. Это через Слово, это позиция. И мы говорим, поэтому, друзья, что духовный иммунитет – это внутренняя позиция. Это твоя связь с тем словом, который написан в Библии по отношению к тебе. Не к соседу, а к тебе. Иисус, когда взрослого пророка, изучал его и смотрел. Это я, это я, это обо мне. И у него составляла позиция. Вот он я, вот он я. Но мы видим, что до 30 лет ничего не происходило. Он просто фокусировал, никаких чудес не было. До того момента, когда Дух Святой сошел на мир. А когда Дух Святой сошел на него, знаете, что произошло? Он не сразу побежал исцелять. Он не сразу побежал восклишать. А куда его Дух повел? Для чего? Поголодать? Для испытания. Испытания в чем? В слове. Ну вот я вам прошу такой пример. Для чего детям дают домашнее задание? Закрепить материал. А при этом предполагается, что человек после школы приходит, уединяется и рассмышляет, и осмысливает все, что он получил. Правильно? И я вам скажу, друзья, Иисус был поведен в пустыню, где это не одно, это одно искачет. Одно. Там, да, были еще разные моменты. Это преодоление тела, так же самое, Духом. Это были разные. И встреча с сатаною, и победа над сатаной в пустыне. Это тоже был фактор. Но один из этих факторов было это переосмысление. Это когда все знания. Мы не видим, чтобы Иисусу, ангелу, не написано это. Но мы, допустим, предположим. Это я не хочу записать, кто-то меня обвинит, что я Библию записываю. Нет. Вот просто так предположим. К Иисусу нигде не написано, что к нему приходили ангелы. Ну, мало, ну, до 30 лет. Они пришли, такие, господь радует. Вот кто-то, 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 кто-то. Он такой, так-так-так, молодцы, все, идите назад. Нет. Нигде не написано. Он просто возрастал, как все мы. Как все мы. Он, ну, не знаю, видел, не видел, но у него была уже позиция по третьему пророчеству. Он там, кто у нас. Путь веры. Путь. Понимаете? Послушание к послушанию. Путь к послушанию. Потому что все, что Бог уже сотворил, мы не можем добавить. Мы можем быть послушными. И когда мы становимся послушными, то, что Бог дал нам, то и начнет у нас все получать. Аминь. Аминь. Путь к послушанию даже болезни, немощи и даже сверхъестественных вещей. Так вот Иисус, Он, Он получил это внутреннее позицию. И плюс, Дух Святой сошел на них. И Он ушел в пустыню, чтобы это все формировать, скамковать и вынести вывод. Вывод. Что я сделать должен из этого. Аминь. Поэтому, когда мы видим, что... Ну, я не буду говорить местописание. Вы все сами читаете, знаете. В том же, когда Иисус вышел из пустыни, Он вышел в силе Духа. Но там написано Дух в небольшой буквы. Он не вышел в силе Бога. Как в силе Божьей. Потому что, когда Дух Святой сошел на Него, Он уже облегся свыше и так дальше. Силой свыше облегся. Чтобы воплотить в действие. То, для чего Он предназначен. Но Он вышел в силе Своего Духа. Силой убеждения. Аминь. И настолько, что первое чудо на свадьбе, Он просто реализовал ту внутреннюю позицию, которая сформировалась в Нем посредством Слова Божьего и плюс силы Духа Святого. Аминь. Смотрите, друзья, помните, когда ученики ходили с Иисусом 3 года, Он их показывал, Он их учил, Он то, Он давал им знания. А как? А что знания были? О том, как ходить в вере. Он постоянно говорил о вере. Он не говорил, друзья, о дарах Бога. Он не говорил о помазаниях. Не говорил ничего об этом. Мы нигде, ни в каком Евангелии это не увидите. И даже то место, которое написано, что И Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, то на самом деле это звучит, это просто хиноидальный перевод. Потому что в современном переводе звучит, ибо Он избрал меня. Избрал меня. То есть мы избраны, Он был избран, чтобы Дух Божий был в Нем. Для того, чтобы воплотилось действие что? Желание Бога. Какое? Открыть глаза людям. Открыть глаза людям, что происходит вокруг. И какого он мира, и как он его создал. И как они отклонились от этого гармонии, которым Бог создал. И какова роль его человека на земле, и какова роль сатаны. Даже открытие, что вы знаете, что откровение о том, что сатана реальный, оно пришло с Иисусом. Потому что до этого люди, вы нигде не видите, что и пришло, ну кроме, ну вот есть книга Иова, правда, да, Иова. Что сатана, это не Бог дал болезнь, это сатана дал болезнь его. Это он пришел, торгнулся. Но мы не будем говорить об этой книге. Бог допустил, разрешил. А как это связано здесь? Друзья, я вам скажу там. Сегодня мы живем в Новом Завете. Время милости. И Бог разрешил только одну вещь сегодня. Это спастись. Это прощение, милость. Аминь. Там мне пытаются доказать, ты, там, ты, там, ты взял, ты перечереду, ничего не поменялось, Бог тот же и так же. То есть как будто бы Бог к его так же самым, как и сегодня к нам. Нет, друзья. Сегодня время милости, все по-другому. У Бога сегодня, у Него уже позиция к нам по-другому. Хотя позиция к миру, вселенную не поменяла. Никто возьмет за грех, так и осталось. Вы понимаете, друзья? В Азмедии за грех так и осталось. Но что? Иисус стал виновником. Он взял на тебя в Азмедии. Аминь. И есть две параллели. Или люди могут жить в Иисусе, в Нем, в Иисусе, и не быть осуждаемым с этим миром. Либо вне Иисуса. И пытаться быть хорошими, пытаться даже исполнить что-то. Закон заповедей даже исполнить. Если заповеди сделать. И он говорит, он не в Иисусе. И он никогда не войдет в грех, потому что за малейший проктопок его, он будет не идти в Азмедии. Слово. Такого реальность и лезут. И даже Бог хороший, и хороший, но есть определенная позиция, где Бог против людей в Иисусе Христе. Это написано в 2-м принтере, 5-й главе, 15-м тихе. О том, что и примирил Бог, и этот мир примирил, и не меняет людям преступления. Через Христа, во Христе, Бог примирил с собою этот мир. Так написано. И примирил Бог с собою этот мир во Христе. В нем, во Христе, но не вне. И есть люди, которые начинают жить во Христе, а есть люди, которые... Вот так вот. И тогда нету никакого мира. И поэтому, говорит, нам дано слово примирение. То есть вот эта цепная реакция. Когда человек что-то слышит и соглашается, что-то происходит, цепная реакция, все. Ты вошел в другую иную плоскость бытия. Аминь. И Иисус внутри себя сформировал путь веры, и потом он начал это реализовывать. Что потом произошло? Друзья, он собрал вокруг себя группу людей, и он начал передавать им знания о вере. Что такое вера? Что такое знание о вере? Это то, как взаимодействовать мир, как он создаёт, каково желание решения Бога, и как в этом ходить. Но у них не было того движущего элемента, который мог бы воплотить эту внутреннюю гармонию. Это были всего лишь знания. Не было Духа Божьего. Хотя мы знаем, что с ними ходили ангелы. Он, когда мы даём вам власть, это было на время делегирования власти. Слышали такое делегирование? Что это слово означает? То есть, это временная передача полномочий. Временная, друзья. Пока он был здесь, пока креста ещё не свершилось, он временно передал им свои полномочия. Потому что только в том, кто Дух Святой был, только те могли это сделать. А на то время он был один. Но он поделился своей властью с ними, и они всё получали посредством веры, знания и Бога, который действовал с ним, через ангелы. Но потом, когда он уходил, то с ним уходила и его власть, действовать на земле, как человека, наполненного Богом. Понимаете? И он поэтому и сказал ученикам, не отлучайтесь, пока ничто не придёт вместо меня. Замена. Замена. И когда он придёт, он придёт как бы, ну не так, ну не видите, как, знаете, вот я пришёл, здравствуйте. Но он, когда он придёт, он будет так же самодействовать, как он действует во мне. Ему просили, какой отец? Нет, покажи нам Бога. Он говорит, если вы не поняли, он во мне. А потом Иисус сказал, вот так же будет и о вас, и в вас. Я буду пребывать в вас, отец будет пребывать в вас, Господь, Дух Святой будет пребывать в вас. Так же, как вы видите меня, такие же будете и вы. Аминь. И когда Иисус проходил путь формирования этого позиции, внутренней позиции, и плюс сила Божья, Дух Святой, это выражалось в действии. Друзья, а так же самое. Мы перешли, вот Эфифиан, на второй главе, там, первого стиха, по десятый. Вообще вся глава. Вообще всё Эфифиан. Вообще вся Гиблия. Да. Там написано, что мы перешли из мёртвого состояния в живое. Из мёртвого. Почему были мы мёртвыми? Потому что там написано, мы жили по воле князя. То есть по воле господствующего, который принёс информатику, который что делал? Ограничил людей. Понимаете? То есть мы, нам навязали мнение. Навязали мнение о том, как жить. Навязали мнение о том, что такое болеть. Навязали мнение, что мы такие плохие. И так далее, и так далее. И мы живём в том мире, который сформирован нам, внутри навязанных. И мы пожинаем то, что мы сеем. Почему? Потому что это у нас такое мышление. У нас такая система понимания. И мы делаем только то, что наши мысли могут выдавать. Правильно? Аминь. Скажите, вот помните, мы вчера показывали такой приём, как руки росли. И вот это же я рассказывал. Женщина, психолог, которая говорит. А я говорю, а ты можешь делать вот так? Ну так просто. И у меня палец и вырос. Она такая. Да. Могу. Сделай. Супер. Сделай. И она такая. Стоит. Зато я, ой. А ничего не растёт. Она такая. Я просто не раз. А дриноточек-то. Да ничего, если что-то не растачиваешь. Я просто еду. Хочешь, я не буду смотреть? Я пойду. И она пыхтела-пыхтела. Пыхтела-пыхтела. А, ничего. Я говорю. Ну ладно, ладно. Ничего тебе не получится. Она такая. Да. Скажи, как ты делаешь это. Я говорю, вот. Я делаю это. Вот. И я вам скажу, это женщина, когда я начал рассказывать, она приняла Иисуса и тут же крестевой духом петел. Турция-пыхтела так сильно зашёл, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она не так, как она начала говорить языками. И более того, она начала их понимать. И я когда начал молиться, она говорит, слушай, я знаю, что ты говоришь. Вот то-то, 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 то-то. Я такой, ого. Вот такое. И после этого она у него раз в пальце начали раздаться. И я ей объяснил, что знание-то, это можно знать всё. Но наши знания сводятся к чему? Не просто знания вселенной. Действия. А знания, какой Бог в нас. В этом весь наш духовный рост. Понимание, какой Бог в нас. И поэтому мы говорили в христианах 6.10. Наконец-то, скажу вам, укрепитесь. Где? Вот здесь. Вот здесь. Постройте внутри себя вот это сооружение, платформу мышления, матрица. Как укрепитесь Господа. То есть, в том, что Он в вас. Укрепитесь, что Бог с вами. Мы раньше были далеки от Него, а теперь стали близки. Посредством крови Бога, Иисуса. Он доплатил, всё, вы близки, Он с вами. Это факт. И пусть это для вас выведет из зоны траха. Понимаете, из зоны траха. А это и есть, друзья, духовная иммунная система. Понимаете? Духовная иммунная система – это позиция. Хорошо тебе, ты смеёшься или плачешь. Неважно, Бог в тебе. Что ты думаешь об этом? Что, как ты мыслишь об этом, Бог всё равно в тебе. Даже, друзья, что если ты даже согрешил в чём-то, то ты согрешил не потому, что ты плохой грех тебе, а потому, что ты так до сих пор ещё не понял, что ты можешь жить по-другому. Потому что Бог в тебе. Так вот, друзья, Бог не уйдёт от тебя. Потому что Иисус сказал, и будет обидать с вами навеки. Понимаете? С вами. Всегда. И когда мы это поймём, когда мы это осознаем и раскроем, и не просто Бог, такой красивый Бог, а ещё Его силы. Например, укрепляйте Господом и могуществом силы Его, Его способностью действовать через вас. И когда мы состыкуем, это внутренняя позиция, это знание. Откуда берутся знания, друзья? Откуда берутся знания, знания лесных brain. Слыш員. Верка, слышене. То есть мы говорили, что человек принимает информацию через несколько уровней чувств. Он что делает? Он слышит, он видит, он обоняет, чувствует. может понюхать может языком полизать как раньше золото золото это не золото угнет золото ну тогда подделки делали и пощупать так это ли не так так мы определяем получаем информатику действие аминь когда мы берем читаем библию друзья что происходит виртуальный контакт мы читаем смотрите даже давайте так это больше связано даже потому что вы на самом деле видите букву букву а б д г и что дальше видишь в определенном положении порядка но ты не просто букву видишь когда ты читаешь о чем-то и что происходит сформирование внутреннего образа у меня картинки видите в голове появляется образ это визуальный контакт он может происходить через того что ты читаешь или видишь когда были ученики у них не было что читать они более более но не образованы я думаю они все-таки были в каком-то смысле образованы но у них не было никакой информации о новом завете понимаете хотя они были информация о пророках но вот что говорили пророки и о чем и когда должно было никто не понимал кроме одного иисуса даже вот эти современные учителя но того времени и он говорит вы не понимаете о чем они зори забыл должен прийти маша но когда какой и что он будет как-то образно обтратно а иисус знал и он этого пути и когда к ним ходили ученики то они могли что только обидеть и слышать что он им говорит и что мы сегодня читаем читаем и тут образ создается в голове и плюс еще опыт людей которые уже поняли это и двигается вот кто делал домашнее задание вчера не что подождите это не домашнее это это вы мне рассказываете о каком-то случае это и с ночь я вообще я вам честно когда вы пришли я дур хотел было два тушиши я думал еще отправить скажите было внушки 38 и я что делал топ-топ-топ вы плохо исполнили домашнее задание про возглашала и кто кто то бы плохо плохо условия урок двойка друзья вы так и не поняли я два дня вам но я я не упрекаю друзья и вы должны понимать одно момент очень важно вот я вам еще тогда иисус молился оболен ученики молились оболен ученики иисуса ученики делать то что учителем скажите вы кучи ученики-то а это мать из маленьких деталей все это стоит я говорю а что такое слово прикрас повеление это влияет и по сути знаете как должно было выглядеть а должно быть выглядеть в том что вы должны были устранить эту температуру или жар или что за этим стоит оказал влияние на тело вашей внучки силу и духа святого понятно оказывается все вроде как звучит а по-другому звучит а звучит по-другому оказать влияние и вы должны понимать почему важный этот момент в том что бог дал нам слово друзья и слово о чем о боге о том что он в нас и дух святой пришел в нас для чего вы приняли силу для чего чтобы молиться чтобы молиться молитва это единение от Бога это разговор с Богом это ты приходишь тебе здесь не надо никакой силы для того чтобы разговаривать с Богом понимаете и дух святой не для этого пришел чтобы ты разговаривал с Богом тебе люди и до этого разговаривали с Богом и сегодня люди без духа святого разговаривали с Богом даже у вас есть дух святой? внутри ну да а ну что я там делаю? а на мне? нет ну может посмотрим а шо я это делал? а шо я делал? а шо я делал? а шо это делал? а вы нет Я вам не натыкаю, я вам просто покажу, что люди из-за того, что они не читают Библию, они не доценивают, они не берут ресурс, который дан Богом человеку, не используют и проиграют из-за этого. А это же данное нам не для того, что это не игра просто, это послание, которое приходит нам, чтобы мы его использовали. И Дух Святой, друзья, Он пришел к нам для чего? Для того, чтобы мы победили сатану. Вот для чего. Вот для чего. Кровь Иисуса помогла нам близиться с Богом, общаться. Это функция крови. Это функция Иисуса. Он священник. Он сделал так, чтобы мы могли легко приходить в присутствие и общаться. Но Дух Святой дал нас для того, чтобы мы побеждали здесь на земле. Аминь. И когда Он пришел, в Нем есть способность проявиться. И вот эта способность проявиться, это и есть наша сила. Аминь. И я обращу внимание, друзья, что Иисус не учил людей, что дары будут выразить. Нет. Иисус не учил о неких особенных помазаниях, помазаниях. Иисус учил людей ходить в вере, соединение с Богом и действие с Богом. Понимаете? Действие с Богом. Вот чему учил. И поэтому Он сказал ученикам, не отлучайтесь, у Вас есть знания. Но у Вас есть должен быть двигатель. Такой силой, которая способна воплотить эти знания в действие. Потому что эти просто знания ничего не делают. И это Дух Святой. И когда они в день Пятидесятницы нашли, что Дух Святой, то что произошло? Они начали говорить иными языками. А что потом произошло? Они вышли. То есть их восприятие, они прятались. Они были в страхе, друзья. Они были в страхе, потому что их преследуют. Понимаете? Ограниченном состоянии, мышление ограничено. Так Бог будет с ними. Все было бы в порядке. И так, и так. Но их восприятие, интеллект, он не мог им сказать. Да выходи, с тобой Бог, все будет хорошо. Понимаете? Они прятались. Но когда Дух Святой зашел, ведь ничего же. Их так же само гонение. Это же не значит, что вдруг законы поменялись. Нет. Но в этот момент их что-то перекрутило в восприятие, понимание тебя. Они поняли, что теперь в них есть Тот, Который был Учитель Иисуса. И что нет? Если они видели, что Иисуса не могли делать кроме того, что он сам им позволил это делать, то значит им ничего не будет. И они вышли и что начали? Друзья, кто из вас на главной площади сегодня может выйти? Кто из вас может это сделать? Да вы скажете, да нет. Скажешь, что дурачок какой-то. Ну вот и вот. Действительно скажешь, да? Конечно скажешь. А так сказать не можешь? Ну конечно же скажешь, что дурачок, правильно? Ты можешь. Ну конечно скажешь. А что вообще не ожидать? Конечно скажешь. Ты точно можешь. И конечно же, когда они вышли, все такие, что это за цирк, что это за шоу. А они говорят, причем когда они говорили, то что происходит? Слышали свои наречия. И еще более того, что Иисус удивил, но не всех. Потому что кто-то сказал, так они это, они бухие, друзья. А Иисус говорит, а вот и Петр говорит, друзья, не-не, мы не пьяные, мы не пили вина. Знаете, там есть жесткий закон, что если ты до 3 часов дня выпил, то меня могли наказать. Там вот такие как бы образно гаишники ходили и принесли. И если они вычисляли, они могли до 40 ударов палками. А после такого люди инвалидами становились. И поэтому никому не хочется было. Поэтому все держали себя. Даже те, которым любители были, они сказали, сколько времени, сколько времени, сколько времени. О, 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 ты, все, погоди, погоди, погоди. Знаете? Нет. И поэтому Петр говорит, не может быть это. Тогда говорит, что же такое? Это. И он начал проповедовать. Смотрите, что в этот момент. В этот момент через слово началась сила активация, силы Божьей. Вы поняли, друзья? Знания. Ведь и Петр, что он делал? Он вынес знания. Вы поняли, друзья? Он не в один миг вдруг придумал проповедь. И, ой, что я там говорю? И все, значит, вы вылетаете в углу. Это были знания, они уже были заложены. Но они не могли принести результаты, пока не пришел Дух Святой. А когда Дух Святой пришел, пах! И все, исцеления начались моментально. Покаяния начались. Примирение. Три тысячи человек, да, по-моему, травму, веру. И понесла, понесла. Каждый день они были в преломлении, общении. И написано, много чудес начало происходить. Много, много, много. Друзья, это вообще был просто... Люди знали, что тебя могут убить за это. И я не настолько Бог был очевиден. Друзья, а что, разве сегодня какое-то другое время? Что-то поменялось? Или сегодня как бы... Ну, это были первые христиане, им можно было. А сегодня нет, нет, нет. Друзья, скажите, что болезни исчезли? Разве что дьявол исчезли? Эта война продолжается. Просто в две тысячи лет он отнял у верующих оружие. Понимаете? У чем? Обман. И только сейчас мы начали понимать, что мы обладаем. Чем мы обладаем? Мы обладаем знаниями и силой Духа Святого. По сути, мы обладаем не Его силой, а им самим. Это Он проявляет. Я говорил, показывал, что как действуют дары. Могу напомнить. Что такое дары Духа Святого? Это Его проявление. Его проявление. Может ли быть проявление Духа Святого без Духа Святого? Нет. А может быть так, что Бог в стороне, а ты носишь Его дары, и показываешь. Нет. Это Он проявляется. А если Он тебе и Он проявляется, почему Он проявляется? Почему? Он проявляется, а там есть нужда. Он восполняет нужду людей. Вот у кого-то боль. У вас есть боль? Более боль. Кто у вас? Кто болит? Спина. Спина. Папа Рэкси. Давай. 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 Замечательная девушка. Чуть-чуть. Вот. Замечательная девушка. Земляне. Человек. Любимая Бога. Творение Бога. Бог сотворил ее, еще в утро, в мае, все делал, выкрикал, настолько, что он даже вот тому, что он такой, замечательно, и он уже живет, и у вас уже дети, да, и у вас уже это продукт любви, потому что все замечательно, потому что Бог так калывает, замечательно, это Бог делает. И вопрос, когда Бог сотворил у человека идеальное построение, идеальное, то Бог не творил ее искривленной спиной, чтобы она всю жизнь вот так, или болела, или проблемы. Что такое боль, друзья? Это отклонение от гормонов. То есть что-то там в спине, в подвоночнике что-то переместилось под влияние каких-то факторов, и это болит. А Бог что делает? Он любит людей. Написано, ибо так Бог возлюбил этот мир, что Он даже Сына Твоего отдал ради нас, ради нее. Аминь. И Бог, Его желание, чтобы она не только просто спаслась от грехов и на небо пошла. Это самое большое желание. Но еще День на земле, День на земле, она шла в радости. Его присутствие, осознавание с Ним и вместе с Ним, это понимание этой позиции шло вперед туда, потом по ее времени. Понимаете, друзья? И вот Дух Святой, это же тот же самый Бог. Это тот, который калывает. И он такой, ну, такой всеоборотно говорит, он сидел, точил там, на тыльничком ее позвоночник, все делал, привлазил, ой, все красиво, все работает. И вдруг что-то произошло, поломалось. И он такой, кто это творил? Кто это делал? Какое будет его решение? Какое будет желание? На тебе, это тебе и надо. Нет. Он говорит, доченька, я хочу тебя во мочь, я хочу тебя вернуть. Вот так Дух Святой. Понимаете? Вот такое его желание, стремление. И где этот Дух Святой? Где он? Он пришел к нам, чтобы мы дали ему руки. Знаете, вот. Дух Святой, что ты делаешь? Зачем ты руку мою вошешь? Нет, это связано с нашим мышлением. Это мы позволили Духу Святому предоставить свое тело, чтобы что он делал? Он подошел и возложил руки. Он подошел. Не мы. Он подошел. Поскольку он не Дух, а мы тело. Аминь? И он и подошел. Мы возложили руки. И когда мы возложили руки, как он нам сказал, друзья, будьте послушны мне. Ведь наша вера, это не изобретение велосипеда. Это способность научить ездить на уже изобретенном велосипеде. Аминь? И поэтому он написал, Иисус это делал. И ученика учил. И потом сказал, это будет так же само происходить у всех, которые на всех поколениях уверуют в меня. То есть будут следовать моему опыту. И больше сделают. И даже больше сделают. И вот мы, будучи наполнены желанием Бога, и будучи послушным ему желанием. Папа, что ты хочешь? О, я хочу, чтобы ты возложил руку на нее. И когда возложишь руку на нее, возложишь руку на нее. В этот момент происходит опослушание. В этом суть нашего духовного веры. Мы учимся быть просто послушными. Это когда у нас собственное мнение, твой какой-то там интеллект. Он проигрывает интеллекту неба, интеллекту Божьему, которому подчинили себя. И наше согласие, да, мы верим, я верю, что Бог любит ее. И настолько сильно любит ее, что когда я возложу руки на нее, на ее возьму контакт. Сила Божья, его, он начнет проявляться. Понимаете? Дух Святой начнет проявляться как? Выстреление, восстановление. Силение это вернуть гармонию. Как это происходит? Мы читали, а реки вот до живой текут. Вот жизнь, что-то течет из нас. Дух, который спалит. И в нем моментально нагревается. Сразу. Ну, я уже просто знаю. Я уже просто из опыта. Я много лет, и слово знание у меня работает. Так вот, ну, Бог на ночь. Я уже чувствую, как травму, я почуку, вву, и травму, вву, нагрелась спина. И в этот момент, друзья, а что такое нагрев спины? Это когда клетки начинают двигаться, ты понял? И при этом движении вырабатывается тепло. Ну, это как энергия, ну, это, ну, это как физики, у любой физики. Когда детали трутся, вот мы масло, почему заливаем двигателем? Вот же там трутся детали, они двигаются, двигаются. И вырабатывается тепло. Так вот, это масло охлаждается. И тем охлаждением масло, оно делает, ну, чтобы они не стирались, эти детали. И вода охлаждает. Вот это тепло. Так вот, вот это тепло, это то, что клетки начинают двигаться, вращают. Что-то в ее спине может быть связано диском, позвоночником, мышечным корсетом, и различными связками, кровообещением, костями. Потому что это начинает происходить. Что? Возвращение в гармонию. Когда Дух Святой проявляется. Аминь? Вот это и есть, друзья, дары. И мы говорим, о, помазанник, есть для тебя помазание? Нет у тебя помазания, друзья. Помазание – это избрание, значит, Дух Святой. И Дух Святой проявляется. И наш рост заключается в том, что мы учимся быть послушными Духу Святому, быть послушными воле Бога, предоставляя свое тело Ему. Как? Во-богай, это не свое дело, как это происходит. Тебе не надо это придумывать. Тебе не надо там напрягать, там, пробивать там, мыслями сквозь тело, там, рентген делать. Не надо. Тебе надо просто быть послушными, взять дары, положить руку и поверить, договориться с Богом, потому что Он любит. И, конечно, у тебя такое же должно быть отношение к человеку, потому что ты, когда понимаешь, у человека проблемы, и ты принимаешь решение, прийти к нему – нет. Так Бог говорит, я хочу, друзья, чтобы они просто, ну, такие, тупо делали это, а еще и любили людей. Аминь, как явно. Ну, то есть, любить – это значит не игнорировать. Аминь. Аминь. Ушла уже. По-моему, да. А ну, проверю. Хорошо. На, вот так, вот так. Происк. Спина ушла. Шея осталась. Ты на, стой, иди обратно. Я говорю людям, что вы не могли делать раньше? А что говорить? Ну, я тут. Я говорю, а вы на скрипках играли? На скрипке. Делайте то, что не можете делать. Вы играете на скрипке. Это такой маленький такой историй, анекдот. Когда перед операцией больной прошит врача, врача, вонхирурга. Доктор, доктор, а я буду на скрипке играть после операции? Он, ну, конечно же, будете, все будет нормально. Он говорит, рано, никогда не играл, а теперь буду играть. Это проявление Бога на… Вот, друзья, о чем я сегодня хочу донести до вас. Путь веры. Шейка там, да? Ну, это не так. Не мне, а Бог живет Духово мне. Я просто послушаю. Знаете, когда, друзья, вы в одлагайся руки, в этот момент в вашем голове, в вашем мыслях должна быть только одна мысль. Вы должны вычеркнуть полностью, получится ли, не получится. Со мной Бог, не со мной Бог. Или там, хочет ли он, не хочет. Сделать ли он, не сделает. Достаточно ли, недостаточно ли. Все вычеркиваете. Одна позиция. Бог любит человека, и Он это делает. Это уже произошло. Я просто активирую то, что произошло. Понимаете? Вам даже не надо думать, а лучше, произойдет это или нет. Во-длагая руки, вы активируете, правда, ранами его вы исцелились. И даже не думаете, о том, что нужно сказать. Даже его это. Существующий факт. Но ты когда говоришь, когда ты говоришь, знаете, для чего он говорил? Для того, чтобы стимулировать внутри себя. Правильно? Вот я почему жестикулирую? Это как бы заполняет убрать того, что я говорю. Это когда вы говорите, во имя Исута Христа, шея сейчас исцеляется, освобождается. Сейчас. Во имя Исута Христа, позвоночник, шейного отдела выравнивается. Сейчас, кто-то там, то ли, сжатый спазм мышечной ткани освобождается. Понимаете? Когда я это говорю, то мои слова, они не производят эффект действия. Они помогают мне быть фокусируемым деятельностью на Боге, который это делает. Поэтому написано, Марка 16-18, когда подложат руки на больных, не написано, что и скажут. Понимаете, друзья? Уверовавши. Но мы иногда своими словами помогаем, стимулируем, быть убежденным. Поэтому говорите. Но растите. И ваша эволюция, понимание Духа Божьего в вас вырастет настолько вы, что вы просто умнете человека, он исцелится от рака. Да? В вере нет границ. Как написано, когда придет тын человек, найдет ли он у кого-то веру? Бог дал нам все, для того, чтобы это работало. И как один служитель сказал, уже по-моему все, да? Он нам заверил. Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Легко стало, намного легче стало. Я просто держал другую. Что у меня какая-то... Смотри, какая рука была. Смотри, видишь? Видишь, там стыртые такие моменты. Молния стреляет. Нету там ничего. Такая же рука, как у вас, правильно? Или где-то вы видите шестой палец. Нет. Вот почему у тебя получается, у тебя шесть пальцев. Нет, друзья. У меня такая же самая рука. И она, по сути, ее роль заключается лишь в том, чтобы как бы передать. Ну и можно даже не возлагать. Аминь. Понимаете, о чем я говорю, друзья? И поэтому я говорю... Присаживай, друзья. Я уже там... Уже процесс закончился. И так же, друзья, как ее спина, это исцелила. Так все, любая часть тела меняется, исцеляется. Зубы, мозги, что угодно. И так же само, друзья, Дух Святой проявляется и готов проявляться в вас, не только в исцелении, но также во всех человеческих нуждах. Мудрость, интеллект, душа, эмоции, знания будущего. Оно же помогает? Правильно? Вот я говорю, туда не ходи, там в них башка и так далее. А и ходи туда. Это пророчица, правильно? Это будущее. И это будущее поможет ей избежать каких-то ситуаций. И кто дает это? Дух Святой проявляет. Поэтому скажу вам, в 1 Коринфянам 12 главе, 6 стихе так и написано, что производящий все и во все дары... Ну, написано, проявления его различны. И служения различны. Это служение, правильно? Это служение. От кого отходит служение? От проявления? От Духа Святого, который в тебе. И вот тот же Дух Святой, который в тебе может проявляться. Вот в таком случае вот так, в таком случае вот так, в таком случае вот там. Аминь. И мы что делаем? Мы формируем в тебе внутреннюю базицу. Это путь веры, друзья. Как он происходит? Вот. Что вы видите перед собой? Дайте характеристику этому предмету. Сначала вы видите, что стоит что-то. Вот, включается. Это кафедра. Это знание, что это кафедра? Откуда вы узнаете, что это предмет кафедры? Потому что кто-то дал ему название. Правильно? Дали определение. И он говорит, как в Библии написано. Бог дал определение определенным вещам. И мы начали говорить, как вот мы видим. Мы видим, какого это света. Мы видим, что это стоит. Следующий момент. Это твердая или жидкая? Нет. Может это газообразная? Нет. Или знаете, как он говорит, голограмма. Это твердая или голограмма? Нет. Откуда вы узнаете? Ну, голограммы, я скажу, что такие голограммы, что ты видишь. Стоит. Ты даже не поймешь, то ли лезть, то ли нет. Откуда вы узнаете, что это твердая? Что надо для этого делать? Потрогать. Пощупать. Потрогать? Потрогать. Подождите, потрогайте. Подождите. Расскажите нам. Твердая кафедра. Деревянная кафедра. Ого, это же деревянная. Да. Дубовая. Дубовая. Сделанная дуба, который посажен там-то, там-то. Имеет только-то лет. Его пилили на какой-то фабрике. Благодаря. Садитесь. Твердая. Скажите, друзья, вы получили знания. И вот эти знания, они воплотились, они стали буквально знаниями, то есть в реальность. Не тогда, когда вы посмотрели. Это всего лишь часть. А когда вы еще пощупали. Правильно? И когда вы пощупали, смотрите, что происходит. Она не просто твердая, она еще деревянная. Правильно? Вы знаете, сейчас из пластмасса делают такие вещи, имитирующие дерево. И ты смотришь, что вроде деревянная. Или нет. И как ты можешь только определить? Потроп. Только когда ты потроп или ножичком поковыряешь. О, деревянная. Не пластмасса. Вот так, друзья, происходит путь нашей веры. Путь веры. Путь веры. Когда мы слышим знания. Слышим знания не просто о том, какого мир. А знания об Исусе, который что-то делал. Для чего? Чтобы Божий Дух был в нас. Для чего Божий Дух в нас? Как написано, чтобы открыть нам дарованное нам Богом. А что нам Бог даровал, открыл? Что нам открыл Бог? Что Он приготовил для нас? Свободу. Свободу, друзья. Выход из ограничений. Какого? Войти в гармонию. Войти из ограниченности и войти в гармонию. Вот почему Иисус сказал, что последует за Мною. Он узнает что-то. Истину. Причем, кому Он это сказал? Верующим. Но чем отличали Иисус от книжников, к примеру? Тебе тоже были научены. Духа Святого не было. Знания были, а мы не были. А я знаете, скажу вам. Ну, когда не было Духа Святого, ты им скажи это тогда. Что они тебе скажут. Это ты вы, человек, говорите. Как ты? То вы видите во мне Духа Святого? Взять. Нет. У них были знания, но не было. Ну, скажите, вы во мне видите Духа Святого? Нет. Ну, вот он, смотрите. У-у-у-у. Гуляет. Ну, не видите вы, Моя Святого. Вы видите меня. А как вы определяете, есть во мне Дух Святого или нет? Действует. Он не дает силы, а благодать дает силу. Наш брат попроще не может. Ты слишком увлекся этим выражением. Ты это давно улицы не донесешь даже. Иисус так не делал. Что? Что? Как люди определили, что Иисус есть Моша? Он из себя. Он по поступкам. И не просто по поступке такого хорошего, а сверхъестественного. И сверхъестественное связано с Духом Святым. Для чего сверхъестественное? Для чего сверхъестественное? Чтобы помочь. Помочь. Это означает, друзья, что мы в естественной степени, мы не сможем. Но сверхъестественное, сверхъестественное, это высшее естественное, пришло на землю, чтобы нам, друзья, помочь выйти из той ограничения, в которую мы попали. Ограничение греха, болезни и так далее. Вот чего, друзья. И мы когда приняли Духа Святого, это информация. Ты просто... Ну, вроде бы, ты повторяешь то, что знание, это знание. А действительно ли это так? Может, ты просто в игру какую-то играешь. Вот как там начинаешь говорить. Это вы там... Как это? Гвоздь или... Говорение на языках. Как-то назвали этим словом. Хэнный язык. Ну, в общем, многие считают это абсурдом. Абсурдом? Ну, это не Божье. Это что-то такое травмое. Ну, перец сладкого вина. Да. И то есть... То есть... Люди, когда даже видят... Которые на их языках разговаривают... Они... Это не дает им показатель. Понимаете? Но что дает показатель? Дети. И такие же, как были у Иисуса. И Иисус сказал... Разве вы не видели, что в Отец во мне? Вы можете не поверить моим словам, но дела... Дела говорят об этом. Аминь. И когда вы видите... Вот даже сейчас девушка стояла. У него проблемы. Я просто подержал ее зарубу. И у нее исцелилась спина. И щекли будут. И щекли будут. Да? Все, уже можете... Все, что хочет делать. Ну, и по потолку можно лазить, да? Проверим. Это шок. Ну, то есть... Вы видите, что Дух все проявляет. Правильно? Значит, он и есть. И я это знаю. Потому что мои знания, идеи, мои поступки... Это воплощение, реализация знаний. И вот знаете, друзья, путь веры. Именно в этом и заключен. Что ты получаешь знания, получаешь и переводишь их в действие. Что толку от того, что ты говоришь, что эта кафедра вот такая твердая, деревянная и то-то-то. Если ты не придешь и не пощупаешь. Тогда ты просто... А вдруг это голограмма? Вдруг это иллюзия? Ну, ты можешь дать определение. Так, что ты... Вот, допустим, ты несешь стакан, и тебе куда его поставить? Куда? О! Кафедра. А кто тебе сказал, что она твердая? Может, это... Знания есть. Знания по требам чего? Опыта. Опыта, друзья. И ты знаешь, потому что это чудо. Вот так же, друзья, и Слово Божие. Вы должны понимать, что Бог пришел к нам, для этого уже проявляться силы. И он нас для этого и пришел. И мы должны понимать, наша вера, она не исходит от того, просто знаний, а из поступков. Поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий, господи, господи, войдет в реальность царства. А только кто? Исполняет. Исполняет действия. Понимаете? Это к чему я все в друге говорю? Это тесно связано именно с действием. Мы сегодня говорим, это школа, которая вот такая микро-школа. Может, полная школа, не знаю, как назвать. Конечно, я вам скажу, только позиции, которые можно разбирать, я говорю, годами, изучая и воплощая. Это просто. У меня пять дней полных, это вот так и то я, еще чуть-чуть что-то там. Это о том, чем я живу сегодня. И мой интеллект, который получил знания, он происходит форму. Я щупаю, какой? Знаете, вот так вот щупаю, вот. Это путь. И когда я уже что-то нащупал, я увидел, как Дух Святой работает. Понимаете? А когда я понял, я стою, что смелее. И я пошел сюда, в больницу, к людям, на улице, туда. И что я несу Иисуса, открывая реальность Бога. И вместе с Ним выход человека из ограничений. Вот для чего послание Евангелия, друзья. Аминь. И мы здесь находимся, вот это домик, вот это прославление, вот это все для чего? Для того, чтобы помочь человеку войти в эту реальность. Встреча, соединение с Творцом, с Богом и выйти из ограничений. Вот. И поэтому это информативная площадка, которая получает знания для реализации. Что толку, что вы ходите, просто сидите, поете Аллилуйя. Ну да, на душе хорошо. Ну да, кто это, кто это. Если вы не воплотите, это то же самое, что сидите и говорите, ой, какая кафедра. Вот она твердая, но ни разу не пощупал ее. Так это останется в своем воображении. Так и Бог для многих это просто воображение. Это просто традиция. Это просто абтракция. И поэтому, когда приходит фактор действия и битва сатаной. Друзья, битва сатаной. То ты с воображением своим никуда не пропхнешь. Ты сатаной не победишь своим воображением. У тебя должен быть оружие, это меч, слово Божие. Это щит, это обличить, полный доспех. Это ты выступаешь, и ты знаешь, как мечом вращать, ты знаешь. Ты знаешь, как исцелять больных, как исгонять битвов, как воскрешать мертвец, как пророчиться. Как истолковывать и на языке, и даже говорить ими, истолковывать. Ты знаешь об этом. Аминь? И ты воплощаешь это в действие. И тогда, когда ты уже научишь, ты побеждаешь не только в твоей жизни, но и в жизни других людей. Аллилуйя! Это путь. Вот я вот сегодня, сейчас даже здесь с вами, я слышу такие от вас, от разных людей такие. Вот если, вот, пум, махнул рукой, если, должно быть сразу все, должно быть сразу все, бум, и все, вот у Иисуса же это было. А если, так как у Иисуса нет, значит это все фонарь. Значит это все не так, значит это не Божье. Что, если бы тут был Бог, он бы, вау, и все получилось. Нет, друзья. И все думают, ну, вот так вот дают, скажите. Но я вам скажу, когда Иисус собрал учеников, да, Иисус был в полном формате интеллекта неба. Небесного интеллекта среди них, и он это воплощал. И он собрал простых людей, и он начал их вводить в курс дела, обучать им. Как ходить в вере с Богом. А это значит, что когда они пошли, то у них что-то получалось, а что-то не получалось. Скажите, когда ученики пришли, это Матфея, в 17 главе, 18, 18, 19, 20 стих и 22, 21 не существует. Ну, в оригинале нет. Те же роты заняются апостом молитвы, в оригинале нет. Когда они пришли и видят проблему, и они хотели оказать влияние, они что, они проиграли. И проиграли в чем? В вере. Скажите, был с ними Бог? С учениками был Бог? Был. Ну, конечно, был. Он сказал, да ему власть, изгонять везда, врачевать всякую немусть. Был с ними Бог? Да, был. Был. И получалось, именно так. Но у них не получилось. И можно сказать, значит, с ними Бога нет. И что, и разве тут сказал, друзья, извините, но Бог сейчас не был с вами. Друзья, извините, Бога не было с вами. Вот поэтому у вас не получилось. А разве он так сказал? Нет. Он им сказал, вы, рот неверный, да коли я с вами учить вас буду? Вот как он сказал, в такой манере. Да коли я с вами, рот разращенный, отклонившийся от пути, поневерю вашему. Как это поневерить? Так мы же вроде верим. Как это поневерить? И он сказал, если бы чуть-чуть было веры, вы бы что сказали? Говорит. Эй, гора, а на давай туда. Кто может сказать так? Это человек без колебаний, которым внутри нет никакого сомнения колебаний. Вот где проиграли ученики. А почему они заколебали? И в чем? Они заколебались в самых главных вещах. А с ними ли Бог или нет? Вот в чем суть. Понимаете? И оказывается, можно не видеть результата. Но это путь. Скажите, что Иисус их отверг, сказал, все, вы негодные, едите от меня. Нет. Он их поучил и пошел к ними дальше. Говорит, друзья, ну, он устранил это. Идем дальше, идем дальше, идем дальше, идем дальше. И мы видим, что тот Петр, который просто всю жизнь потратил, что караси ловил, понимаете? То через три года, или там четыре года, от его тени исцелялись люди. Понимаете? Что? Такую особенную благодать Бог дал Петру. Друзья, такую же самую, как и всем. А, это были только апостолы. А как насчет Филиппа и Сепана? Это только те малые люди, которые что-то сказали. А их было много, потому что в деяниях по своей главе написано, что после того, когда Стефана убили, начали гонения. И что? И они рассеялись по всей Асии, по всей Сирии. И что они там делали? Они там проповедовали, друзья. А что они могли проповедовать там? У них же не было таких библий, как у нас. Они могли только давать то, что они видели и знали. А что они видели и знали? То, чему их учили. А чему их учили? То, что тех научили. А чему их учили учеников? Ходить в сверхъестественной сфере. Помните, он сказал? Ибо не вразумелись вы чудесами над хлебами. Не вразумелись. А что должно быть вразумелись? Должно быть, что небо с ними. С ними сила Божья. Настолько, что ты можешь выйти из любого ограничения. Вот, друзья. Вот это и есть послание Евангелия Царства Неба. Которое мы должны внутри себя нести и нести. И мы проходим путь. Мы проходим путь. Путь. Мы щупаем, щупаем, щупаем. Мы путь. И каждым нашим шагом происходит возрастание нашего убежденности в силе возможности Бога действовать через нас. И каждым разом возрастая убежденности, что? Возрастает и проявление. Аминь. Аминь. И если ты скажешь, о, это не Бог, это не то, что происходит, ты себя вернешь опять в изначально нулевую позицию. И ты опять вернешься в каменный век. Понимаете? Обратно. Вот что, друзья. И Слово Божие должно внутренне подогреть, поднять нас и вывести из ограничений. И для этого Дух Святой, да, Он напоминает нам об этой истии. И помогает нам проходить эти путь. Как? Через осознание, слышание и практика. Слышание и практика. А в этом есть все. Проповедь об Иисусе. Проповедь о кресте. Проповедь о жертвах. Проповедь о крови. Проповедь о Духе, о силе, о возможностях, о любви Бога. Аминь. И это мы все воплощаем здесь. И я вам скажу, друзья. Когда ты понимаешь эту истину, то в первую очередь свободен становишься кто? Ты сам. Вот, друзья, что. Это то, что ты пытаешься вывести. Ты сам становишься свободен. Аминь. Хорошо. Поэтому это путь веры. Поэтому, друзья, у тебя есть два варианта. Либо ты встанешь на путь веры и будешь двигаться. И тогда ты выйдешь с там из ограничений. Ты сам лично. И потом других начнешь выводить. Либо ты останешься на нуле и будешь ждать корабля. Когда же он приплывет? Вот я в плане там говорил, мы. Я говорю, вот такой классный образ. Ну вот получилось, ты попал на необитаемый остров. Ты заболел примерно. Или твои родственники заболели. Или вот такая вот. Это как необитаемый остров. И ты сидишь и ждешь. И ты. Когда-то мне придет сила. Да. Ты сидишь на необитаемом острове, ждешь корабля. Когда-то он приплывет. А может вообще всю жизнь и не приплывет. Скажи, ты ограничен этим? Но есть другая возможность. Бери деревья, руби, делай плод, плыви. Выходи из этого состояния. Люди ждут. Господи, дай мне дар, дай мне дар, дай мне дар, дай мне дар. А где написано, что Бог вот таким послом дает? Нет. Бог говорит, ты принимаешь, ты озвучишь, ты обновляешь твой разум. И ты действуешь. Вот. Вот так это решение Бога. И ты берешь, рубаешь. Даже если тебе не получается, но ты все равно делаешь, а потом выплываешь. Аминь. Это же самое, друзья, моя жизнь. Это же самое. Я пришел к Господу. Не было никаких у меня там даже намеков. И даже когда я веровал во Христа, не было у меня ничего. И мне сразу начали там что-то происходить. Вообще не происходило. Я что-то где-то на пятый год, шестой, я когда начал только, я изучал, изучал. И когда что-то мне, я начал что-то видеть. Но, друзья, мы имеем, но я не имел того учения, которое у нас сейчас есть. Учение нового творения, новый человек, техника божительного целения, учение Иисуса. Она позволяет нам буквально, моментально, сейчас, вот сейчас, войти в это действие и видеть результат. Вот прямо сейчас. Понимаете? Сейчас. Почему? Потому что мы убираем тормоза. Ты можешь. Все могу, укрепляющим сути Христа. В реальности. Не просто в библейский ассетап, а в реальности. Аминь. И это путь веры. Поэтому, друзья, начинайте, встаньте на этот путь веры. Начинайте действовать. Начинайте. Делайте здесь малые шаги, малые поступки. Малые. Укрепляйте вашу духовную иммунную систему. Это есть вообще вера. Это позиция, это не эмоция. Вот, я чувствую, мурашки. Друзья, Бог это не мурашки. Понимаете? И если у тебя нету мурашек, это не значит, что Бога нету в тобой. Он всегда в тобой. Сила Божья всегда в тобой. И она пришла для того, чтобы ты ее высвободил, реализовал. Где? Да везде. Где она нужна? Аминь. И когда ты начинаешь делать маленькие, будь даже большие шаги, большие, ты начинаешь влагать руки. Даже если ты не видишь результаты, ты просто веди себя в позицию. Возложи руки на больных, и они станут здоровыми. Друзья, Марка 16-18, там, слава Богу, спасибо Господь за это открытие. Рик Рейнер открыл, но перевел это. Слово звучит анеома. Анеома. Это значит, выздоравливают, будут выздоравливать процесс. Ты понял? Иисус сказал, когда вы будете касаться людей, они начнут выздоравливать. Понимаете? Будет запущен процесс. Но Он говорил еще о других вещах. Помимо этого, что параллельно того, как люди будут выздоравливать, есть силы, которые хотят остановить этот процесс выздоравливания. Это кто? Враг. И поэтому для того, чтобы человек не мог, он должен вооружиться Господом и пробиваться. Пробиваться. Понимаете? Да, у Суса было быстрая вещь, мы к этому и идем. Но я скажу, что Иисус предупреждал людей, что это может вернуться. Так. Луки в 1 главе, он сказал, дух, который выходит, он что делает? Он пытается опять вернуться. Дух это состояние. И состояние болезни. Поэтому это есть реальность. И поэтому, как я сейчас знаю, скажу, какие бы у тебя не были там предположения или мнения, у тебя два варианта. Либо ты ждешь у моря погоды, как бы, в твоем понимании. Либо начнешь идти путем веры. Потому что, друзья, все эти люди, эти апостолы, они прошли путь веры. Понимаете? Они не просто бах, и все начали получать. Они проходили путь веры, формировая вот это тебя. Так же и мы, друзья. И мы ничем не отличаемся от них. Ничем. Я вам скажу, мы интеллектуальнее дожили намного сегодня. Потому что те уровни знаний, они были, ну, тогда, в техногенного процесса. И если у них происходило, у нас будет происходить. Аминь. Аминь. Потому что апостолы это послание. Это не какая-то особенная категория граждан. Сарство Божие. Это все мы, мы все апостолы, послание. Потому что послание живет внутри нас. Аминь, друзья. Хорошо, слава Богу. Давайте делаем перерыв. Да. Там обед? Да. Хорошо, друзья. Давайте отдадим Богу славу. Спасибо, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, за Слово, которое Ты дам. И Слово Твое, Господь, есть истина. И Твое Слово, Господь, это святилисть на те наши. И Слово Твое, Господь, это подпорье и помощь наше, и спасение наше. Это крепкая башня. И Слово, это есть Иисус. Потому что Слово Божье говорит о Нем. Это Он нас спасает. Это Он нас избавляет. Спасибо тебе, Отец. За то, что сегодня у нас есть большая возможность, перспектива и мотивация, и стимул, и практика, и вера в том, что мы каждый сегодня можем выйти из этого ограниченного состояния, которым мы сегодня появились и ощутили через грех, неправильные мысли, неправильные поступки. Спасибо тебе, Господь, за свою жертву, за этот кровь, благодаря которому мы имеем свободный доступ к престолу благодати. Для получения этой помощи, этого спасения. Аминь. Хорошо. Хорошо, друзья.